Следующая область, которую мы с вами обязательно корректируем, это височная область. Височная область это момент, который будет показывать возрастные особенности пациента. И здесь мы на что обращаем внимание? Безусловно, первое, на что мы обращаем внимание, это возраст пациента. Это у нас с вами пациент мужчина или женщина, потому что мы с вами понимаем, что восприятие лица у мужчины и у женщины отличается. Была ранняя коррекция или нет, и как пациент ее перенес. Что пациент хочет? Он хочет просто восполнить объем, он хочет улучшить состояние и качество кожи, или ему вообще нужна комплексная коррекция всего лица, где у нас с вами объем максимально потерян. И, соответственно, пациент хочет немедленного исполнения объема, либо он хочет поработать непосредственно коллагеностимуляциями, просто улучшить состояние кожи, ему это будет достаточно. И, безусловно, работа в височной области, это ювелирная работа, и она требует навыков, она требует отработки данной методики и опыта врача. Здесь представлены техники, которые у нас с вами есть для работы с височной областью. Это техника шотган, когда мы четкой иглой вводим препарат непосредственно в корректированную зону. Это техника, когда мы вводим препарат со стороны линии роста волос, либо со стороны скулы поднимаемся. Мы в объем, который вводим максимально не более 1 мл с каждой стороны, постепенно распределяя его. И не забываем, что после процедуры мы с вами также проводим мягкий, аккуратный, кратковременный легкий массаж. Следующая зона, которая также требует нашей обязательной коррекции, это, безусловно, область скулы. Это, наверное, наиболее частый запрос, к которому обращаются наши пациенты. При данной работе мы с вами можем работать иглой 25 или 27G, кладя препарат на костно, либо мы с вами можем пользоваться конюлей 25 или 22G. Помним, что самой безопасной у нас является игла 22G. И было показано в исследованиях, что игла 25G, при определенном наклоне, она даже может у нас с вами спровоцировать появление ишемизации и проткнуть сосуд. На что хочу обратить внимание. Общая доза препарата, начиная от медиально, от подглазничного отверстия, то есть у нас ближе к носу, не более 0,3, и на любом участке щеки в точечном вводим не более 0,2 мл. Основная точка, с которой легче всего заходить, выполняя процедуру, это точка Макгрегора, которая идет у нас от угла глаза до угла рта. Соединяем линию. На данной линии у нас будет находиться с вами точка Макгрегора. Работая с данной зоной, обязательно определяем форамин инфраорбитализ, то есть подглазничное отверстие. Смотрим, где у нас с вами идет глазница, прям прорисовываем ее, смотрим скулу. То есть это те опорные моменты, за которые вы не должны заходить. И это является гарантом безопасности. Редактор субтитров А.Семкин